Привет, друзья! С вами Игорь Царинчук, президент Международного института здоровья человека. И сегодня, по многочисленным вашим просьбам, мы отправляемся в супермаркет, чтобы купить правильные и полезные продукты для нашего питания. Это не так просто, но это совсем и не так сложно, особенно если рассказать, как это правильно делать. Ну что, идем в супермаркет. Сейчас мы зашли в супермаркет, и прямо перед нами водичка, которую мы продаем. Вода нам необходима, вы знаете, что вода нам абсолютно необходима, поэтому если вы пьете воду в бутылках, то выбирайте эту воду и пейте. А вот сейчас везут. На тачке мы видим, везут не только то, что нам нужно, то есть воду, чистую, прозрачную воду. А еще есть вот такая вот, видите, вода черненькая. Вот такую вот черненькую воду пить нельзя ни в коем случае. Все равно, есть в ней сахар или нет в нем сахара. Потому что это черненькая вода, фруктовая вода всякая, вода с подсластителями, она совершенно не полезна. Здесь мы видим пиво, пиво мы тоже не покупаем. Я крайне не рекомендую пиво. Все, что хорошее про пиво появляется в прессе, это, как правило, инспирировано производителями пива. Поэтому пиво я покупать не рекомендую. А вот чистую, негазированную воду рекомендую покупать. А бывает вода еще газированная, лечебная, но для того, чтобы ее пить, просто нужно из нее выпустить газ. Сейчас мы пришли в мясной отдел. Вот тут я вижу разные всякие маринованные, полуготовые мясо виды. Они очень аппетитно, хорошо выглядят. Но если вы что-то такое хотите, лучше сами приготовьте. Уже готовые маринованные не покупайте. Неизвестно, из чего оно может быть. Дальше мы переходим к мясу. То же самое я не рекомендую покупать. Всякие готовые фарши и всякие готовые колбасы. А вот мясо можно купить. Я рекомендую для покупки и для того, чтобы ее есть, говядину. Не свинину, конечно. В принципе, самым экологически чистым мясом является баранина, но она же и самая жирная. Поэтому, в принципе, если вы имеете доступ к нежирной хорошей баранине, ее тоже можно кушать. Вот есть курицы. Ну, слишком сильно много их есть не стоит, потому что все-таки они все выращиваются с помощью индустриальных методов, если мы покупаем в супермаркете. Но иногда кушать можно. Особенно куриное филе, конечно. Оно относительно более безопасное. В нем, даже если курицам дают антибиотики, в нем их содержится минимум. Поэтому куриное филе я вам рекомендую. Я ем только куриное филе. Это из курицы. А вот, что касается мяса, я рекомендую говядину. Не телятину, а именно говядину. Такую красного цвета. Вот такого типа. Такую, как вам нравится. Зрелого животного. Достаточно вот такой вот. Кстати, тут есть и баранина. Вот, но я рекомендую кушать говядину. Конечно, мясом слишком злоупотреблять не стоит. Здесь есть отдел всякой готовой еды. Она очень красиво выглядит. Очень симпатично. И я очень не рекомендую вам ее покупать. Вы не знаете, как ее готовили. Вы не знаете, с чего ее готовили. Вот эти салаты, как правило, содержат катастрофические порции майонеза. А вообще, я это называю отдел для очень голодных людей, где продают готовую еду, которую можно тут же взять и съесть. Если вы себя любите, вы сами себе все очень хорошо проведете. Вот здесь мы видим яйца. Яйца очень полезная штука для нашего рациона и для нашей еды. Поэтому яйца я вам очень рекомендую. Яйца мы покупаем, всегда покупаем, когда нужно. Яйца это очень хороший источник белка и очень хороший источник в том числе и аминокислот. Поэтому яйца я вам очень рекомендую покупать. А вот тут мы видим отдел, который я наоборот вам очень не рекомендую. Тут продаются всякие разные колбасы. Копченые, вареные, варенокопченые и так далее. Это, я вам скажу откровенно, даже и сейчас, и везде, химия химическая. И чем красивее они выглядят, тем они вреднее для нас. Поэтому если хотите мясо, покупайте мясо и готовите. Запекайте его, что угодно с ним делайте. Запекайте, тушите, это лучше всего. Можно мясо отлично запечь со специями и будет намного лучше любой колбасы. То, что называется вареные колбасы и сосиски, я вам категорически не рекомендую, дорогие друзья. Вот, если вы цените свое здоровье. Вот мы еще видим большой, такой красивый мясной отдел. Тут сосиски есть, детские всякие и так далее. Не давайте детям сосиски, дорогие друзья, никогда не нужно детям. Вот, и колбасы тоже. Я категорически не советую. К тому же, сейчас при копчении практически во всем мире используется жидкий дым, который к копчению не имеет никакого отношения, а имеет отношение к химическому производству. Так что я это сильно не советую. Вот тут еще хороший комплект колбасы. Сальтофосфорной кислотой. Тоже сильно не советую. Еще хорошая рыба мороженая. Но ее бояться не нужно, а нужно бояться той рыбы, которая была мороженая, а потом ее разморозили и продают. Но в нормальных, хороших магазинах такого обычно не купят. Мы идем здесь. Здесь есть тоже всякие полуфабрикаты замаринованные. Вот они такие очень красивые. Лучше сомневаться. Вот есть селедка. Селедка хорошая вещь. Достаточно вкусная и полезная штука, если она правильно засорена. Надо или самому делать, или знать, где покупать. Но вообще-то я селедку рекомендую. Если хочется селедника, то натуральная селедка, которая готовится с использованием только соли, она лучше всего. А это идут уже всякие копчености. И продукты довольно сомнительные. Я уже про копчение вам рассказывал. Повторять не буду. Продукты химического производства используются при копчении. Вот рыба соленая. Рыбу соленую можно кушать, если сильно хотите. Но в принципе, у нее очень много соли, и она задерживает соль в организме. Поэтому в очень незначительных количествах. Лучше тогда уже соленую селедочку, где хоть незаменимых жирных рисков много находятся. Вот мы пришли к нашему любимому отделу, в котором продаются овощи и фрукты. Это отдел, который мы всегда покупаем, когда ходим в суперновь. Вот весь продюсер. Я рекомендую кушать сезонные овощи и фрукты. Они точно особо ничем не обрабатываются. То, что растет в вашей стране. Ну, если страна очень северная, то, конечно, будет привозное. Но, тем не менее, надо к этому выбору подходить осознанно. Например, если яблоко такое, что его никакой червячок не берет, так поверьте, человеческий организм тоже его не будет слишком хорошо переваривать. Яблоки лучше, чтобы они были идеальными на вид. Тогда ясно, что это подходящие продукты. Вот мы еще видим грибы. Грибы тоже очень полезны. Грибы низкокалорийный продукт. Полезны они. Они несут себе клетчатки достаточно много. И они хороши в разных видах. Слишком какой-то большой пользы от них нет. Но вреда от них точно нет. И вкус они придают хороший. А вот это чеснок. И чеснок я этот очень советую. Чеснок – это замечательный продукт. Замечательная приправа к любой еде. Поэтому рекомендую. Это капуста кальраби и так далее. Вот есть корень сельдерея. Корень сельдерея – это великолепная вещь. У меня есть, вы видели, наверное, на канале рецепт. Я там два салата разного готовлю с корень сельдерея. Это замечательный продуктный рецепт. Кабачки хорошие, но они пока у нас несезонные. В дальней сезонной – это отлично. Еще есть корень петрушки. Тоже очень хороший продукт. Вот это сладкий картофель. В Украине он не растет, естественно. Там, где он растет, конечно, его можно кушать. И хорошо можно его кушать. Это замечательный продукт. Понятно, виноград достаточно сладкий, но в разумных количествах его можно есть. Конечно, тогда, когда он сезонный. Когда он несезонный, такой вот красивый, как-то у меня к нему доверия никакого нет. Это еще фрукты у нас не закончились. Это бананы. Дети, я знаю, любят бананы. Да и вам, может быть, бананы достаточно сладкие, но в разумных количествах они тоже полезны. Они содержат много кальция, витамина К и еще полезных много веществ. Вот очень полезный продукт, называется гранат. Гранат исключительно полезен для нас. Гранат полезен многими моментами. Он содержит рисовертерол, он содержит витаминов много достаточно. Он очень полезен для кроветворения. Я гранаты очень рекомендую, так, хорошие источники лимона. Естественно, когда они есть. Но гранаты, как правило, долго не хранятся. Да и по внешнему виду вы видите, что они не идеальны. То есть, бактерии их берут, значит, и вы сможете хорошо и вкусно перевести. Вот киви. Киви тоже очень полезный продукт. Я его рекомендую. А вот есть лимоны. Мы про них уже говорили. Лимоны – это просто объедение для вас. Очень советую. Лимоны используйте здесь всегда. Пьете чай, чай с лимоном пейте. Пьете воду, пейте воду с лимоном. Будет очень хорошо и полезно. Вот мы уже подошли к овощам. Это лук. Лук вообще основа любой кулинарии. Любое блюдо, первое, второе, без лука приготовить очень трудно. Практически ничего не готовится. Лук, вы видите, тут есть разных видов. Это обыкновенный лук. Это белый лук для салата. Это красный лук. Ну и чеснок тут точно так же лежит. Я очень советую использовать лук. Я думаю, вы все это отлично понимаете и знаете. Лук очень полезно есть сырой. Не только готовить, но и есть сырой. Если ваш организм его хорошо переносит, если у вас нормально работает желудок, то сырой лук очень хорошо действует на иммунитет. Сырой лук очень хорош для пищеварения. Сырой лук я вам полезно советую. Ну вот, в виде салата, да, с лимонами, овощами очень хорошо. Вот незаменимые овощи. Вы знаете, свекла, морковка, картошка. Картошка из нескольких видов. Вот есть морковка мытая и так далее. Немножко хочу сказать пару слов о картошке. Я бы не советовал картошке бояться как огня. Картошку можно есть в разумных количествах. Она, естественно, не должна быть основой вашего питания. Не надо ее жарить. Не надо делать картошку фри. А вот, например, если вы готовите овощной суп, то овощной суп с картошкой замечательный. И можно это отлично делать. И, кстати, я сейчас покажу, что существует для того, чтобы вообще готовить разные блюда в любое время года. А для этого существуют замороженные овощи. Мы чуть-чуть позже о них тоже специально поговорим. Потому что замороженные овощи – это отличное дополнение к питанию и к рациону. А это картошка. Не надо ее бояться. Просто она не должна быть основой нашего питания. Наша семья потребляет 2 килограмма картошки в месяц. Ну и нормально. Супчик готовят или еще что-то. 2, может, 3 килограмма картошки в месяц. Бояться ее не нужно. Это еще раз наши фрукты. Мы видим, вот капуста. Капуста – замечательный овощ. Еще она замечательна тем, что она практически круглый год продается без особых проблем. Хранится и так далее. Капуста есть многих видов. Тут даже в этом супермаркете совершенно обыкновенном есть, я вижу, вот обычная капуста, есть красная капуста, есть молодая капуста, есть цветная капуста, есть пекинская капуста. Любая капуста очень полезна. Салат. Кушайте салат, и он будет очень полезен. Салат с капустой. Здесь собраны очень красивые и очень несезонные овощи. Я снимаю это видео в начале апреля. В стране Украины это овощи несезонные, хотя многие из них выращены и у нас. Это не импортно. Вот, помидоры, например, и так далее. Но они овощи несезонные. Поэтому я, в принципе, рекомендую это все и потреблять в сезон. Я еще не покупал ни огурцов, ни помидоров, потому что я их любил весь сезон. Чуть попозже они будут. Круглый год их есть абсолютно не обязательно. Есть много овощей, которые являются базовыми в питании, которые есть круглый год. Вот мы их в основном стараемся потреблять. Хотя тут есть отличная паприка, вот полгарский перец двух видов, зеленый и красный. Это великолепный продукт, полезный. Огурцы – великолепный, полезный продукт. Помидоры – великолепный, полезный продукт. Салаты из этих овощей очень вкусные. Просто лучше их кушать сезонным. Вот я нашел в морозильнике с мороженой рыбой. Есть абсолютно разные рыбы. Сибасы, что угодно. Когда подгасиваются, дорада и так далее. Но я уже сказал, ну, кушайте такую рыбу, как вам нравится. Но я уже сказал, что самая полезная рыба – это холодноводная жирная рыба. И вот представители я ее вижу. Вот скумбрия лежит. Вот скумбрия лежит. Вот лежат скумбрии. Тут должна быть еще сельдь. Должна быть. А вот и горбуша. Вот видите, вот эти вот тушки. Такие небольшие, где-то по килограмму. Это горбуша. Это дикая, хорошая горбуша, свежемороженая. Вот мы ее покупаем, любим есть. Готовить в разных видах. И запекать, и солить. И так далее. Это дикая горбуша. Это самые полезные лососевые. То есть дикая семга бывает. Тунец еще очень хорошая, тоже рыба полезная. Сельдь – это самые полезные рыбы. А вообще кушайте такую рыбу, как вам нравится. Тоже это будет очень хорошо. Вот мороженые, овощи и фрукты. Тут фрукты мороженые. Они очень нам помогают, когда свежих нет. Например, вишня. Вишня – это исключительно полезная ягода. Исключительно полезная ягода. И когда нет ее свежей, можно и кушать мороженое. Мы, правда, ее сами морозим. У нас большая морозилка. Но если у вас нет большой морозилки, можете покупать готовую мороженую вишню. Лучше покупать ее с косточкой. И без косточки, а с косточкой. Вот вишня с мородиной мороженой, клубника мороженая, ежевика мороженая. Это все очень полезно. Использовать мороженые фрукты можете покупать круглый год. Вот овощи. Я хотел про них сказать. Чем покупать несезонные овощи, лучше купить овощи мороженые. Они гарантированно делаются из овощей, которые содержат минимум всего, чего не нужно в нашем организме. Есть разные овощные смеси, продаются. Что угодно продается. Не проблема. В любой стране мира, из которой живут мои ученики, вот в стране Украины видите, сколько все продается. Поэтому никаких проблем нет с овощами морожеными. Если нет таких сезонных, их можно найти мороженое. Кушайте мороженое, тоже будет очень хорошо. Супчик, рагу любое и так далее, и так далее. Я очень рекомендую это покупать. Мы дошли до того, чего покупать я категорически не рекомендую. Это называется картошка фри, заготовки в пакетах. Это покупают фастфуды и готовят людям, которые там оставляют свои деньги и здоровье. Я думаю, вам это не нужно. Вот морозилка с мороженым. Если вы очень любите мороженое, иногда его можно кушать. Но я хочу вас предупредить, что подавляющее большинство, я думаю, что все мороженое долгосрочного использования, вот такое вот, которое делают в фабрике, это все мороженое делается с использованием продуктов высокой химии, вот чем бы они ни были скрывались, для того, чтобы оно долго хранилось. Поэтому можно изучить рецепты домашнего мороженого и делать. А иногда, конечно, можно съесть и такое, но очень редко. Мы добрались до различных консервов. Что я хочу сказать о консервах? Вот консервы, там дальше продаются консервы. Что я хочу сказать о консервах? Консервы – это такая штука, которую лучше не злоупотреблять. Вообще, это хорошее такое питание, знаете, консервы. Если вы в какой-то экспедиции на Северный полюс находитесь, может быть, нормально. Здоровый молодой человек. Но если вы цените свое здоровье, то консервы, особенно которые сделаны с использованием уксуса, а, к сожалению, уксус используется в очень большом количестве консервов, то лучше такие консервы не кушайте. Лучше, ну, некоторые сами делают, крутят. Это такое, знаете, наследие Советского Союза. Но, в принципе, ничего человека не заставляет их особо есть. Иногда можно, конечно, но систематически лучше это не кушать. Вот разные консервы. Такая штука, как кукуруза, к сожалению, эта кукуруза сделана такая, что ее ни одна бактерия не берет с помощью генной модификации и прочих вещей. Вот, поэтому лучше это кукуруза не берет и так далее. В разных странах все по-разному продается, но консервы, общим правилом является то, что консервы – это нежелательное питание для людей. Когда я вижу такую надпись «Кетчуп для детей», мне хочется, конечно, убить этих производителей. Потому что кетчуп – это одна из самых больших отрав, какие бывают в питании. Кетчуп, а еще майонез фабричного производства. Это два продукта, которые никогда не покупайте, не используйте. Если вы любите майонез, сделайте дома майонез, и будет хорошо. Это отдел масел различных. Здесь вот масло продается, разное масло. И тут есть разные виды масла. Наименее годится для пищи человека – это очищенное подсолнечное масло. Ну, не только подсолнечное, вот это полностью очищенное масло. Зато оно лучше всего годится для того, чтобы жарить на высоких температурах. Но жарить на высоких температурах – это не полезно для здоровья человека. Поэтому я вам это использовать советую только, если вам острая необходимость жарить на высоких температурах есть. Если такой необходимости нет, лучше очищенного, дезодорированного, вымороженного масла, любого подсолнечного, еще какого-то, не использовать. Видите, тоже детское масло, там, и так далее. Ну, не нужно детям жарить на высоких температурах. При этом все. Есть, например, тут в отделе замечательные, очень полезные виды масла. Льняное масло – это вообще шедевр. Льняное масло. Масло макадамии, масло виноградных косточек, шиповника, зародышей пшеницы – это великолепное масло, которое я очень советую. Ну, это добавка к салатам. Очень полезно для здоровья. И омега-3, и омега-6, оно содержит, особенно омега-6. Это замечательно. Кунжутное масло, тыквенное масло, это великолепное горчичное масло. То есть, ну, никаких проблем нету. Купить самые полезные, самые лучшие, самые качественные виды масла. Вот нерефинированное льняное масло и так далее. Это то, что нужно для вашего здоровья. Только нерефинированное масло в холодильнике обязательно надо держать. А вот, собственно говоря, масло, которое я рекомендую для использования повседневного. Оно называется оливковое масло Extra Virgin. Есть разные производители, много очень есть производителей этого масла. Смотрите, что написано на этикетке. Кислотность, чтобы была пониже. И в целом, вот, оливковое масло. Оно должно называться Extra Virgin. Оно годится для приготовления салатов, для еды в пищу и для того, чтобы тушить разные блюда. Вот эти, по-итальянски. Оливое Extra Virgin. И для того, чтобы тушить при температуре до 160-180 градусов, вы тоже годится. Выше 180 градусов масло Extra Virgin даже нагревать нельзя ни в коем случае. Вот тут есть большой выбор. Ну, в любом магазине есть большой выбор. И это самый лучший вид масла. Только надо покупать, конечно, масло Extra Virgin. А вот, например, есть такое масло, написано, видите, Оливодисансодиоливо. Или вот Оливодисансодиоливо. Такое масло лучше не покупать. Это самая последняя выгонка уже горячим способом. Потому что Extra Virgin масло собирается холодным отжимом. Первый холодный отжим. Это Extra Virgin. Вот, я это масло советую всегда вам использовать. И не жарить на масле при высоких температуре в принципе никогда. Можно тушить до 160 градусов. Extra Virgin тоже очень хорошо подходит. И очень вкусно все получается. Вот еще прилавок, на котором продают разные-разные уксусы. Уксусы. Я сказал при консервировании, что я против уксуса. Это не значит, что я против всякого уксуса. Например, нам очень полезен яблочный уксус, который добавляется в салаты. Очень хорошо. Добавлять можно к воде, пить. То есть, можно лимонный сок, можно яблочный уксус. Яблочный уксус нам полезен. Бальзимический уксус. Тоже можно добавлять салаты, кто любит. Он дает замечательный вкус салатам. Вся Италия его ест, и это замечательный уксус. А вот обычный уксус, непонятно зачем он нужен, я бы его не использовал. Яблочный уксус изделий из муки. Мы знаем, я противник белой муки и того, чтобы что-то из нее делать. Но вот, если вы очень любите макароны, то в принципе можно использовать макароны. Тоже в разумных пределах не должна быть основа еды. Но если использовать макароны, то это должны быть хорошие, качественные макароны из твердых сортов пшеницы. Поэтому я вообще рекомендую всегда итальянские. Все макаронные изделия, любые паста там и так далее, вот эти борелы, производители, это один из больших итальянских. Я рекомендую итальянские. Почему? Потому что в Италии только из твердых сортов пшеницы делают. Еще делают в Италии из, бывают даже из цельнозерновых. Поэтому я рекомендую их вот такие вот использовать. А вот мука. Мука бывает обычная, белая мука. Вот сахар еще есть. Я категорически противник сахара, вы знаете. Вместо сахара, если вы любите, можно использовать натуральный мед для того, чтобы сладить что-то. Вот. И все. Это, кстати, самый простой способ отказаться от сахара вот такого вот кристаллического вообще. Это сахар кристаллический, это химический продукт, очень плохо влияющий на людей. К сожалению, сейчас просто времени нету рассказать. Я отдельно про сахар собираюсь записать видео. Вот. Есть разная мука, в том числе есть цельнозерновая мука, есть ржаная мука, есть гречневая мука. Если вам нужна мука для чего-то, используйте ее в приготовлении еды. Белую муку я использовать не советую. В ней много глютена, в ней очень много клейковины, в ней очень высокий гликетический индекс. Поэтому я ее использовать не советую. Если хотите, используйте ржаную муку, цельнозерновую пшеничную муку. Везде она продается, никаких проблем с этим. Нет. А макароны можете использовать разные изделия. Главное, чтобы они были хорошие, качественные, из твердых сортов пшеницы. Мы пришли в отдел, где продаются злаковые изделия. И вот со злаками нужно тоже разобраться подробно. Вот есть различные крупы. Вот, безусловно, полезная гречневая крупа. Гречневая. Особенно полезна гречневая, это жареная гречневая крупа. Особенно полезна гречневая, не жареная крупа. Она такая, светлого вида, я сейчас посмотрю. Вот это горох дробленый, он тоже полезен. Гороховое изделие. Это пшеничная крупа, пшеница, тоже она полезна. Вот это вот дробленая уже крупа, она уже не такая полезная. Это шлифованный рис. Его я вообще не советую использовать. Шлифованный белый рис. Даже и пропаренный рис тоже не такой полезный. Я и не советую его использовать. Какой рис советую, сейчас посмотрим. Про рис есть такой закон, чем красивее рис, тем он вреднее для нас. Я советую использовать рис не шлифованный. Он такой некрасивый на вид. Это смесь не шлифованного риса еще с диким рисом. Чистый диким рис не едят. Не шлифованный рис я советую использовать. Он такой менее красивый, такой коричневенького цвета. И он намного, намного, намного более полезен. Вот есть не шлифованный рис. Вот он так вот выглядит. Он дольше варится, он сохраняет свои полезные вещества. Он полезный. Хотя в качестве крупы лучше всего использовать овес, овсяную крупу и грешневую крупу. Я их такие две крупы советую. Но можно не шлифованный рис. Вот еще внизу стоит такая дешевая крупа, называется перловая. Перловая крупа это ячмень. И она тоже неплохая. Она неплохая и можно кушать, можно использовать. Перловая крупа. Это ячмень. Вот мы видим еще не шлифованный рис. Вот он такой симпатичный не шлифованный рис. Вот гречка, которую я рекомендую использовать. Не вижу тут. Вот есть гречевая нежареная крупа. Это замечательный замечательный продукт. Нежаренная гречевая крупа. Вот мы видим соль. Соль есть многих разных видов. Есть вообще модная соль. Гималайская например еще какие-то виды. Морская соль. Соль нужно использовать чем меньше тем лучше. Такую какая вам нравится. тут о том что морская или гималайская соль настолько уж полезнее чем любая другая у меня нет уверенности. Какую нравится такую используйте. Главное чтобы ее использовать мало. А вот сахар которого я вам не советую использовать в принципе. Вообще сахар я не советую использовать как продукт. Я стараюсь мы дома сахар не покупаем. Просто не покупаем и все соответственно не используем. вот очень полезная овсяная крупа. Это овсяная плющенная крупа. Если вы можете где-то купить покупайте овсяную цельную крупу. А вот овсяные хлопья лучше не покупать потому что они пропарены для того чтобы легче готовились и в общем-то полезные вещества из них в значительной степени ушли. Поэтому лучше покупать или просто овсяную такую расплющенную не хлопья или цельную во многих местах они продаются цельной тоже. Тут есть еще другие виды крупы есть пшено есть кукурузная крупа есть манная крупа есть ячная крупа но я не советую их использовать у них более высокая гликемическая нагрузка особенно манная крупа это исключительно высокая гликемическая нагрузка я их не советую использовать в принципе да и в общем не нужны они особо для приготовления хорошей вкусной качественной еды вот это мы пришли в отдел мусорной еды это самый настоящий мусор пусть меня извинит мой друг который является генеральным директором этой компании но это все изделия самого настоящего мусора красивые яркие упаковки типа для детей это пищевой мусор отдел пищевого мусора я думаю что у вас нет иллюзий что какое-то отношение это все имеет к здоровью вот эти все перемешанные смеси вроде бы здорового питания я рекомендую вам купить обычную овсяную крупу и положить туда те сухофрукты которые вы сами хотите сами их положите и будет все хорошо не покупайте вот эти мусоры готовые и все прочее вот отдел красивый такой кондитерский отдел тут прямо продают такие красивые торты все 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 очень красиво и замечательно нужно ли вам это бояться нет если вы человек который осознанно относится к своему питанию осознанно вам этого бояться не нужно можно иногда съесть и не надо рассказывать что вам это все запрещено иногда съесть можно это естественно не основа вашего питания а почему иногда и почему можно то что потом если попадет в руки вам не объедаться и не съедать целый торт потому что вы себе это не запрещаете вот сырный отдел и тут вот прямо начинается с тех сыров которые я категорически рекомендую это мягкие рассольные сыры они полезны хорошие а вот твердые сыры полезны менее и я бы их не советовал слишком сильно заупотреблять твердые сыра а вот мягкие рассольные сыры типа брынза типа моцарелла типа рикотта и так далее они полезны хорошие конечно лучше те сыры в которых меньше содержится соли вот я например очень люблю сыр но я его там ограничил сейчас вот отдел различных сухофруктов и тут продаются сухофрукты и орехи они полезны относитесь конечно к их выбору осознанно осознанно но они полезны вот грецкие орехи исключительно полезны есть различные семечки тоже они полезны мак полезны изюм полезны в разумном количестве естественно вот различные семечки вот я не советую орехи которые называются фундук вот тут есть финики это такой питательный хороший продукт но он имеет исключительно высокую гликемическую нагрузку поэтому надо им очень аккуратно пользоваться те у кого предрасположены к сахарному диабету должны очень аккуратно лучше их есть ну там особая своя стратегия которая изложена в моей программе антидиабет те кто в ней знают как гликемическую нагрузку свои счета вот фундук очень хороший орех это исключительно единственное что я советую любые орехи которые продаются покупать не жареные сырые орехи не жареные вот а вот вот эти видите фрукты всякие экзотические с сахаром еще они я их не советую покупать лучше покупать любые сухофрукты у которых не использовался сахар в приготовлении вот медаль исключительно полезный орех исключительно полезный орех медаль Это кондитерский отдел Я сюда даже не захожу Вот конфеты продают разные Много тут всего-всего-всего Одно я могу сказать Хотите чего-то сладкого Купите черного шоколада Максимально черного И съешьте немножко Максимально черный шоколад Желательно, чтобы у него было 70% и выше содержания какао Лучше 80 или 90% То есть вот максимально черный шоколад Такой, какой вам нравится Купите его и все Больше я вам не советую покупать в кондитерском отделе ничего Все остальное сладкое Можно получить из сухофруктов Из меда Из того, что нам полезно Это отдел хлебно-булочный В хлебно-булочном отделе, дорогие друзья Я вам тоже особо ничего не советую Если очень хотите хлеба Выбирайте хлеб цельнозерновой Настоящий цельнозерновой Который черствеет А не который И желательно без дрожжей Который на закваске Цельнозерновой на закваске можете покупать Другой хлеб я вам не советую покупать Ну что, дорогие друзья Я думаю, вам понравились те основные принципы Которые я вам рассказал Полезные будут И когда вы в следующий раз придете в магазин Покупать продукты Вы о них вспомните Одно я советую вам Относитесь ко всему без фанатизма Правильно Знайте, что вам полезно Знайте, что вам нежелательно Знайте, что вам вредно И каждый раз, когда вы принимаете решение О покупке того или иного продукта Помните об этом И основные принципы Я рассказываю на своих видео Они есть на моем канале Ютуб, они есть везде И поэтому Вы можете все это очень хорошо Видеть Всем этим очень хорошо пользоваться Уже больше 100 тысяч Есть у меня учеников И я надеюсь, многие из вас Этим всем успешно пользоваться А я вам считаю Желаю счастья Я вам желаю здоровья Я вам желаю радость Я вам желаю, чтобы вам продукты Приносили здоровье И радость И счастье Все, пока Если вам понравилось это видео И вы хотите получать Все мои самые новые видео А их уже больше 200 С моего канала Ютуб Нажмите на красную кнопку Под этим видео И подпишитесь На мой канал Ютуб Спасибо Спасибо